Сергей Козлов и Людмила Терещенко – сотрудники муниципального контроля, полиции, представители управления торговли и санаторно-курортных услуг. Уже при входе на набережную участники рейда выявляют грубейшие нарушения. На точке продажи мороженого у продавца проблемы не только с документами на торговлю, но и с личными документами. Сотрудникам полиции предстоит выяснить личность продавца. А рядом – точка по продаже украшений, которая также действует в нарушении всех норм торговли. Поступают многочисленные жалобы от отдыхающих, от жителей города-курорта, поскольку наши предприниматели стоят несанкционированы, занимают газоны, прилегающие к территории каких-то наших уже работающих предприятий. И поэтому мы решили сделать вот такой рейд, мониторим тех предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в неразрешенных местах. С продавцами квасом, сувенирной продукцией, горячей кукурузой и другими сомнительными объектами торговли разговор короткий. Административный протокол и требование покинуть место незаконного предпринимательства. Впрочем, даже присутствие людей в форме не смущает нарушителей. Они продолжают до последнего торговать. Прекращайте торговлю. Не дайте ли? Нет, 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 нет. Все. Все. Прекращайте торговлю. Еще одной важной проблемой оказалась работа на торговых точках несовершеннолетней молодежи. Каждый школьник мечтает заработать летом немного денег, чем напрямую пользуются работодатели. При этом нарушая условия трудового договора. Для таких предпринимателей предусмотрены дополнительные штрафные санкции. Мы можем обратиться в инспекцию по трудовым отношениям. На них будет также возложен огромный штраф. И тем более, если у них работают несовершеннолетние, то уже будут приниматься определенные меры наказания. Всем нарушителям придется пройти на административную комиссию и на первый раз заплатить штраф в 2000 рублей. Кроме этого, предпринимателям придется демонтировать свои незаконные торговые объекты. Но это не пугает торговцев. Уже в следующую ночь может возникнуть другая палатка или даже торговый павильон. Проверки проводим ежедневно. Предположим, сегодня вот эти объекты, которые мы с вами видели, на стил деревянный, которые у нас реализуют напитки, соки. Этот объект появился сегодня. Мы каждый день проводим работу, но они, к сожалению, наверное, оперативнее, чем мы, некоторые предприниматели, незаконные. Вот сегодня выявлено факт вот этого незаконно возведенной конструкции деревянной, незаконно возведенной в барной стойке производства напитков. Мы это все выявили, обязательно вынесем на комиссию, наложим штраф административный, будем демонтировать.